В среднем врачи советуют выждать 6 недель. Но все же перед возобновлением половой жизни посетите гинеколога, чтобы быть уверенной в том, что секс пройдет гладко во всех смыслах. Если вы пока не чувствуете желание, не стоит торопить события. Некоторые из этих правил применимы в любых сексуальных отношениях, а не только при интимной близости после родов. Общая рекомендация для женщин, которые совсем недавно стали мамами, уделяйте максимальное внимание своим нуждам и не торопитесь, если желание пока не вернулось. 1. Долгое прелюдия. Женщине обычно требуется больше времени, чтобы разогреться, а после родов вы можете нуждаться в еще более долгих предварительных ласках. Ваш партнер должен быть бережен и терпелив. Тем более, что прелюдия порой доставляет много удовольствия. Используйте разные техники, игрушки и атрибутику, настраивающую на эротический лад. 2. Отдохните. Большинство новоиспеченных мам буквально валятся с ног от усталости и недосыпания. О каком сексе может идти речь? Прежде всего нужно уделить время себе и как следует расслабиться. В этом помогут горячая ванна, массаж, да и просто крепкий, качественный сон. 3. Не форсируйте. Если сил для секса все-таки недостаточно, заставлять себя – наихудшая идея. Даже если партнер настаивает. Тем более, если он настаивает. Ваш муж или бойфронт обязан учитывать ваше «нет», кажется, это непреложная и очевидная истина, но это до сих пор не все понимают. 4. Используйте лубрикант. Из-за действия гормонов у недавно родившей женщины может не хватать естественной смазки. К счастью, в аптеках и секс-шопах большой выбор смазок. Берите тул, что на водной основе и с натуральным составом, безопасно для кормящих мам. Лубриканты с глицерином нарушают баланс вагинальной микрофлоры, а силиконовые раздражают нежную слизистую. 5. Ищите удобную позу. В вашем нынешнем состоянии любимую позу для секса, возможно, придется выбирать заново, поскольку травмы, которые женщина иногда получает при родах, могут вызывать болевые ощущения. 6. Разделите ответственность. Часто бывает, что молодая мама взваливает на себя весь быт и, конечно, большую часть ухода за ребенком. Скажите партнеру, что вам нужна помощь, это позволит вам больше отдыхать и укрепит доверие в паре. Сил на секс сразу прибавится. 7. Тренируйте мышцы. После родов мышцы тазового дна могут терять тонус. Если вы хотите вернуть форму, попробуйте классические упражнения кегеля или специальные тренажеры для интимных мышц. 8. Любовь и принятие себя. Этикеты самоощущения как никогда важны. Изменения тела после беременности и родов могут стать тяжелым испытанием для вашей самооценки. Попробуйте воспринимать их как то, что позволило вам стать мамой. Вы проходите через новый опыт, и это не может не отразиться на теле. Тело – вместилище всего, что вы переживаете и чувствуете. А значит, любые его трансформации ценные и важны. Никто не в состоянии хотеть близости всегда, тем более женщина, которая недавно стала мамой и переживает новый, волнущий в чем-то стрессовый этап своей жизни. Итак, положенный для секса срок вроде бы наступил, а соответствующее настроение запаздывает. Если вас это сильно беспокоит, сходите к гинекологу. А если желание все-таки вернулось, но во время близости вы испытывали боль, тем более сходите и обязательно расскажите об этих ощущениях врачу. Иногда причиной того, что либидо замирает на нулевой отметке, бывает послеродовая депрессия. Это состояние уж точно не нужно игнорировать. Обязательно посетите психиатра. И не стесняйтесь. С таким заболеванием сталкивается много женщин, просто не все готовы об этом рассказывать. Вы ни в чем не виноваты, вы не слабая и не плохая мать. Пострадовая депрессия – результат гормональных нарушений и дисбаланса нейромедиаторов в головном мозге, они вашей мнимой никчемности.